всем привет дорогие друзья и гости канала рад вас приветствовать на своем канале сейчас вам расскажу новости которые произошли в нашем хозяйстве пополнение изменения которые тоже у нас произошли за один день так как у меня вчера выключился телефон не успел я рассказывать все то что должно произойти но успел сказать что ко мне приедет моя знакомая привезет мне индюшат бройлерный и вот эти индюшата приехали они с харькова сборок в интернете есть много информации этих бор как у них там разные породы курей раньше были эти бройлерные индюки от них продают яйцо по 30 гривен от этих индюшат там у них материнское племенное стадо они штучно осеменяют индюшек а плот очень хороший меня в этом году знакомая брала 60 яиц 58 индюшат вылупилась так что кому интересно можете посмотреть в интернете и заказать себе яйцо от бройлерных индюков вот такие они интересные индюшатка это им неделя приехали ко мне вот такие индюшата с ними приехал мешок корма пропойка для них потому что я первый раз буду выращивать бройлерных индюков кто выращивал кто смотрит мой канал и кто занимался выращиванием этих индюшат то пожалуйста напишите в комментариях чем и как вы их кормили поднимали для того чтобы у вас россии крепкие здоровые сидят они сейчас у меня в дом банановые коробки вот такой сверху у них лампочка стоит миска с кормом и поилка как я уже сказал раньше знакомая брала яйцо в этих уборках вылупляла индюшат она берет каждый год там яйца то говорила что за 7 месяцев один индюк у нее был оставался тех она вырезала одного они оставили живым весом индюк был 28 килограмм именно от этих бройлерных индюков вот такие они красавчики посмотрим что получится у меня у криворукова хозяин но помимо индюшат еще приехал к нам приятный бонус вот такая большущая коробка печенья зернового и очень вкусный кетчуп первый раз когда оксана приезжала она приводила нам свой кетчуп который она закрывает рецепт довольно не сложный и получается очень вкусный вот такой баночки а вот мне еще вот такой подарок вот такая пандочка что еще по поводу индюшат так каким уже неделя завтрашнего дня я уже буду давать вареное яйцо и давать им уже зеленый лук я думаю что это им не помешает сейчас покажу какой корм вот такого цвета я такого корма еще не видел очень темный если обычный корм желтый этот корм очень не очень темный практически даже черный плохо будет видно из-за солнца вот такой им корм вот здесь видно намного лучше написано что корм био вроде бы натуральный ну посмотрим как они будут на этом корме расти вот этот мешок они скушают и буду переводить постепенно их на свои корма так как утята у меня сидели вместе с цыплятами кто смотрит мои видео я рассказывал вам о том что цыплятам там некомфортно вместе с утятами то есть это соседство у них было не совсем хорошим утят я забрал вот такую клетку которая тоже присунув беседку теперь беседки уже не пройти не проехать 30 утят забрала оксана и 21 или 22 осталось у меня так что уже осталось совсем ничего вот такие водохлеба не грею я их ничем сейчас у нас потеплело немножко беседки целый день светло светит солнце попадают прямые лучи им здесь комфортно и очень даже хорошо правда нужно менять пеленку потому что я их пожалел на сетку еще и их полностью не перевел по краям вот там сеточка а так пускай они еще немножко на тряпочке побегают а вот галашей смотрите каким стало хорошо когда я отсюда забрал утят они аж ожили или ожили стали пёрышки у них светлее они стали веселее у них теперь постоянно в наличии стоит корм у них стоит вода которую утки не разбрызгивают они теперь хозяева своего брудера даже приятнее на них стало смотреть за эти два дня которых я их переселил цыплята стали выглядеть намного лучше так что не делайте таких ошибок не соединяйте цыплят и утят вместе вот такие галашейные наши красавчики конечно из за того что они сидели у меня с утятами они немножко в росте отстали это мой минус запором какую ошибку хотя каждый год знаю что такого делать не надо но сделал спрашивали меня почему я завел галашей для себя если можно завести обычного бролера я держал бролера не один год но вы знаете мясо по сравнению с галашейкой либо с другой мясо яичной курицей у бролера очень отличается чем бы и ты его не кормил там писали можете кормить его своим кормом кормили бролера и своим кормом и заводским вкус качество мясо мне не нравится последний раз последний год когда я уже держал бролеров мы их просто вырезали и как бы это глупо не звучало раздавали потому что у нас этого бролера не а вот мясо галашейки как я уже сказал либо другой мясо яичной птички такой как редбро мастер грей фоксик есть еще много мясо яичных споруд кур геркулес и другие вот у них мясо намного вкуснее хотя они немножко дольше растут как бролер но она этого стоит они начинают даже рано нестись содержал вот мясо яичный кур знаете что к пяти месяцам эти куры уже начинают нестись при нормальном хорошем содержание ну а здесь есть еще цыплята которые вылупились из голубых яиц и которые приходили из канала на лошад но вот такие птенечки здесь бегают живут они вместе с галашейкой а вот та галашея которая сидит у меня внизу эти птеродаптили я думал что я их переведу уже в сарай но как-то место я еще не приготовил как-то у меня все руки не доходят это эти дни последние какие-то нет музы как говорит моя знакомая муза не пришла и нет настроения ничего делать на огороде куча работы нужно уже рассаду переносить нужно было уже давно кабачки в стаканчики посадить для того чтобы были ранее и птицу нужно было переносить ну как-то у меня руки до этого не дошли им конечно уже здесь тесновато становится но пока еще терпимо они растут конечно на глазах это нам сегодня ровно месяц понедельник нужно будет взять веса и взвесить сколько же они примерно весят одни говорят что они страшные другие говорят что им нравятся такие курочки мне они нравятся они красивые необычные и очень спокойные и очень хорошо набирают вес вот такие наши куряшки они сидят возле кормушки кушают пьют водичку и все их устраивает так еще оксана забрала 15 лигорнов так как мы выводили их напополам и у меня осталось 15 только лигорнов если я не ошибаюсь либо 14 либо 15 нужно посмотреть сколько там курочек и сколько петушков а то я что-то уже и забыл эти за недельку тоже так неплохо подросли стали такие хорошенькие уже утят вечно и мало воды вечно они разбрызгивают смотрите какую важная идет утка есть утка ее нужно содержать отдельно здесь вот у меня за чесноком здесь вот у меня за чесноком не знаю видно ли нет солнце светит скопано здесь я посадил малину Джоан Джей который привезла Оксана еще она привезла мне кустики саженцы смородины тоже нужно их уже высадить но пока я высадил только малину получилось у меня 11 кустиков почитал в интернете и Оксана рассказывала о этой малине очень хороший сорт малины надеемся что она приживется у нас и будем кушать вкусные красивые ягоды здесь нужно уже все заливать потому что у нас ветер хоть и совсем еще не жара но у нас такая земля что уже все попересыхало и нужно все заливать а моя малина что-то мне вообще не нравится одна отходит другая не отходит может быть она и не вся бы принималась может она будет с корня отходить что-то совсем непонятно ну а теперь самое главное бригада уже ждет заходим обратно наша красотка еще не окатилась хотя непонятно почему сегодня уже и ровно срок 6 апреля мне сказали что 6 апреля она должна уже рожать входит она как бочка третью ночь подряд я к ней выхожу потому что боюсь чтобы не пропустить окот чтобы было все нормально вымя она уже налила вымя довольно таки хорошее молозиво там есть вроде бы не опухшие отечности нет надеемся что все пройдет нормально и живот у нее довольно таки большой живот уже опустился она этот живот уже зализывает но пока что-то родовой деятельности у нее еще нет может ошиблись в числах в дате но все уже говорит о том что ей уже скоро пора рожать старшие козлята уже тоже хорошо кушают сено хотя они пьют еще молоко но не соображают что с ведра можно пить уже пойло можно можно пить водичку которую я несу козам еще не пьют а вот первая козлята вот те что вот там козлик альпийский альпийская козочка конфетка она у меня была заболела объелась очень много ей доставалось молока и она немножко приболела у нас пришлось ее лечить но сейчас уже все нормально сейчас у нее хороший аппетит хорошо она себя чувствует вот они пьют с мисочки с первого дня когда я их забрал я их научил пить с миски и они пьют даже уже сейчас воду откос так что с ними проблем у меня нет а вот с этими четырьмя самые настоящие у меня здесь с ними проблемы так и сейчас покажу вам новую живность которая к нам еще приехала помимо индюшат она конечно вредная эта новая живность и сидит у меня отдельно в карцере вчера она гуляла да и сегодня она гуляла со всеми козами но она здесь делает порядки к нам приехала новая альпийская коза чистокровка вот такая она у нас вредина она очень крупная она после третьего окота зовут ее роза те хозяева у которых она была решили ее обезрожить надели на рога кольца и сказали что в течении месяца может немножко позже эти рога у нее отпадут за рога сказали ее не трогать приехала она к нам вчера вчера вечером я уже ее доил надоел больше литра молока доить очень удобно соски у нее хорошие вымя у нее аккуратные хорошая розочка да вот видно какие сосочки у нее но она с характером вот такое у нее вымя вымя у нее тоже аккуратные подтянутые то есть по поводу вымени по поводу доения вообще никаких нет нареканий я даже не смотрел на эту козу получилось так что мои соседи ехали покупать себе козу я взял у них номер позвонил к хозяйке этой которая продает коз спросил у нее что у нее за козы она мне рассказала которые есть на продажу я эту козочку заказал и мои соседи мне ее привезли когда покупали себе а себе они купили тоже альпийку после первого окота и немножко она посветлее моя вот темная а их светлая ну я не ж не сожалею потому что покупать молоко по 20 гривен за литру для меня как-то не совсем удобно а козлятам нужно в день моим на шестерих сейчас они пьют 5-6 литров молока в день они выпивают ну а так будет своих 3-4 литра молока которых уже не нужно покупать да за козу заплачены заплачены деньги но так у меня хоть будет своя коза потому что это как-то не рентабельно покупать молоко вкладывать деньги потому что еще ни одну тысячу я уже заплатил за молоко и еще ни одну придется заплатить а так вот это сейчас зодоится у нас роза не надеюсь что зодоится наша ламанчо хорошо и я молоко уже покупать не буду и в хозяйстве будет уже две дойных козы молоко мы пили пробовали молоко очень вкусное вчера вот вечером мы надоели как я уже сказал больше литры и мы втроем это молоко все израсходовали я Святик и жена так что вот такие у нас новости вот все мои козы попрятались только бегают козлятки потому что она устраивает здесь порядки это наша альпийка она ровно как два месяца после окота содержалась она видимо в хороших условиях потому что она очень ухоженная козочка не с маленьких она чистенькая аккуратная вот такая она красоточка два месяца она после окота хозяйка так и говорила что она дает три три с половиной литра молока я надеюсь что если она пойдет на зеленую травку я научу ее кушать кашу буду давать ей пойло она надои у нас увеличит да розочка вот такое у нее лимя с общего ведра она у нас не пьет я ее уже выделил ведро дал ей миску для зерна она у нас автономная коза отделенная но я думаю что она выкнется и все будет хорошо тем более что она взята со стада у нее были свои там козы свои козлята здесь она привезена брошена в другое стадо и вот такое у нее поведение что козляки хотят пить поднарвали со святиком травы разбрасываем индюкам потому что сейчас их уже не выпускаю с одной стороны соседи уже начали огород сажать с другой стороны и боюсь не уследить чтобы они не наделали никаких гадостей чтобы не было потом проблем неслись 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 потом резко две села на яйца вот сидят а четыре вот эти пока еще ходят даже сегодня не смотрел сколько есть яиц и еще есть одна хорошая новость занеслись плечистые мускусные утки голубоплечьи вот сидят сегодня есть только одно яйцо вставай я и хотел выбросить другую загородку так они через сетку так с индюшками побились теми что здесь остались ходили все в крови хотя же они друг друга видят только сидят за сеткой но вот такая какая-то дурноватая птица эти отсюда начали их бить те оттуда не поступают и короче друг друга побили не хотят они спокойно жить не хотят они нестись хотят сидеть на гнездах и хоть ты что делай вот такие наши плечи мне кажется занеслась вот эта первая утка которая стоит ближе всего ко мне и вот та что стоит напротив нее голубоплечье вот эти две первые утки потому что они начали уже по другому себя вести начали волноваться когда заходишь к ним в загородку подымать свои ракесы то есть заступаться уже за свои гнезда на вид утка красивая шикарная но по весу я бы не сказал что они очень и очень большие посмотрим после того как у них поменялся селезень влилась новая кровь какие будут у них мускусные утята которые будут они давать привет ну а мои вот эти белые стали почему-то в филоне неслись каждый день было по 3 яйца в тех семьях тоже яйца проскакивали неплохо сейчас у нас похолодало неделю наверное или даже больше была температура у нас минус 5, минус 6, минус 7, минус 4 то есть ночью было холодно и они резко сбавили темп яйценоскости сейчас у этих по одному яйцу а у тех семей вообще яиц нет там у меня тоже сидит по 2 по 3 утки с селезнями они как-то не хотят нестись и еще списываю это все на то что они у меня закормлены очень сильно нужно взяться за их питание нужно уже наверное завтра на том дворе снять видео потому что на тот двор я практически не хожу для того чтобы снимать видео показать вам своих холмогоров гусыня занеслась я снимал видео снесла 5 яиц и на этом у нас все остановилось наверное сегодня я этих 5 яиц закладу в инкубатор для того чтобы они не пропали так как те яйца холмогоров которые пришли мне по новой почте из канала птицевод с нуля я подложил их под индюшку а тех 5 заложу наверное в инкубатор и что хочу сказать еще первое занеслась гусыня сегодня она снесла яйцо вторая та что говорили что это гусак потому что многие говорили по поведению это гусь не придумывайте ничего не утешайте себя мыслями о том что это гусыня яйца оно нести не будет то есть получается что все кто говорили что это гусак ошибались вот это оно снесло яйцо яйцо совсем другой формы и совсем в другом месте если гусыня первое а Tam снесла яйца в общее гнездо где несутся утки это яйцо было овальное то та гусыня которая снесла сегодня яйцо вторая снеслась возле индюшки и яйцо совсем другой формы уже по поведению видно уже потом что оно осталось потому что она сидела там в гнезде и сделано было гнездо Так что эта гусыня занеслась Ну, надеюсь, завтра я Буду в хорошем настроении И сниму для вас видео с того двора Что хочу сказать еще Оттуда у нас уехали курочки Оттуда у нас уехали индюки У меня остался там только один индюк Интересно его взвесить И осталась индюшка, та, которая сидит на яйцах Индюшек убрал, потому что они Практически мне и не нужны Они несли уже яйца Но эти яйца я залаживать для себя не буду Продавать их спроса на них нет Вылупливать тоже нет никакого смысла То есть остался я сейчас с красными индюками Хочу завести себе еще голубых Но кто смотрит канал Владимир, семейная экоферма Видели, какая ситуация у нас в Украине С голубыми индюками То есть даже нет вариантов У кого взять яйцо голубых индюков Вот этот увидел нового селезня Смотрите, все, пошел защищать свою территорию Андруша Пошел, красавчик А там другой есть селезень плечистый Двухгодичный Он сидит с двумя белыми утками Мне тоже интересно посмотреть Какое будет у них Потомство Вот видите, как важно Закрывать за собой калитки Потому что если не усмотреть То происходят страшные вещи Селезень селезня Может просто убить Вот такие у нас, друзья, новости Всем спасибо за просмотры За то, что подписываетесь Комментируете Смотрите Даете советы Звоните на телефон Пишите в вайбер Мне это очень и очень приятно Вчера позвонила ко мне Моя подписчица с Одессы Дала мне конкретного Прочухрана Ставила мне мозги И сказала Если бы еще была поближе Научила бы меня торговать Спасибо вам всем за позитив За поддержку И за то, что вы у меня есть Если что-то не так Если я что-то забыл Не ответил кому-то на комментарии То напоминайте Потому что На свою Память я Надеяться не могу Сегодня готовил капустняк С посвятиком на кухне Так как-то замотался Либо уже Забыл Почистил лук И говорю жене Помой морковку Жена говорит Все Котелок вообще уже перестал варить Потом прошло несколько минут Говорю Нужно еще посолить И влить масло Так я же уже давно посолил А ты уже мне говорил То есть уже все Котелок не работает Окончательно Так что вот такие дела А еще вот смотрите Забыл Оксана привезла Обратно пару бегунков Тех которых брала Когда была у меня На Новый год Потому что Нет места И она Из двух огней Выбрала Один Вместо бегунков Будет разводить Мускусных уток Я в этом Ее тоже поддержал Но так как у меня Место побольше Она бегунков Привезла мне Обратно Ну все друзья Вроде рассказал Все новости Которые произошли За сутки Новостей конечно много Новое хозяйство Выращиваем теперь Бройлерных индюков Доим теперь козу Мы теперь с занятием Есть теперь чем заняться Так что без дела Не сидим Нужно еще брать себя в руки И заниматься уже Огородом Потому что За меня это никто Делать не будет Всем всего хорошего Хорошего настроения Крепкого здоровья Любви Мира Счастья Берегите своих родных Близких Дорожите временем Любите Будьте любимы Всем всего хорошего Всем пока пока Субтитры сделал DimaTorzok